Один из самых сильных людей планеты живет в Омске. Михаил Шевляков, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, атлет профессиональной лиги силового экстрима России, ко всем своим титулам добавил еще один. Он стал победителем престижного международного турнира Арнольд Аматео World Strongman. Это событие выдающееся, потому что еще ни одному атлету из России не удавалось победить на этом престижном турнире именно в номинации Strongman. Михаил Шевляков – это первый человек, который это сделал. Поэтому еще раз ваши аплодисменты. Туловым омский атлет одержал красивейшую победу и стал первым россиянином, которому удалось выиграть чемпионский титул в любительском турнире Арнольд Классик. Ехал туда уже в третий раз, как говорится, Бог любит троицу. Первый раз попробовал, ну блинчик такой оказался немножко с комочками. Второй раз рассчитывал победить, но зная, что веса практически профессиональные, несмотря на то, что это любительский турнир и очень травмоопасно, получил небольшую травму, стал второй в том году. В этот раз уже с учетом предыдущего опыта ехал уверенно просто побеждать. 41 атлет претендовал на звание сильнейшего, однако уже после первого дня соревнований осталось лишь 10. Да и тут не каждый выдерживал испытания. Михаил единственный, кому удалось дойти до финишной прямой. Несколько тысяч тонн железа перевернул он, прежде чем в его руках оказалась такая легкая, но такая дорогая сердцу награда. То, что творят силачи, я думаю, что это подвластно не каждому человеку и на всех наших мероприятиях, с показательными выступлениями, с семинарами, с какими-то дополнительными условиями всегда выступают ребята силового экстрима. Мы это только приветствуем. И я хотел бы сказать, что Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в дальнейшем также будем культивировать этот вид спорта. Сейчас рассматривается вопрос об открытии в Омске школы богатырей, где тренеры намерены воспитывать таких же сильных не только телом, но и духом парней. Михаил Шевляков, одержав победу на престижном международном турнире, завоевал не только титул, но еще и право выступать в следующем году на Олимпиаде имени легендарного Арнольда Шварценеггера в категории профессионалов.